Ты думаешь, что когда-нибудь выйдешь отсюда? Я? Да. Когда у меня будет седая борода и две-три извилины в мозгу, они меня выпустят. Знаешь, куда я поеду? В Зиху Атанеху. Куда? В Зиху Атанеху. Это Мексика. Маленькое местечко на берегу Тихого океана. А знаешь, что мексиканцы говорят про Тихий океан? Нет. Что у него нет памяти. Там я проживу до конца своей жизни. Теплое местечко без воспоминаний. Открой там отельчик. Прямо на берегу океана. Куплю старую лодку. Починю ее. Будет как новая. И буду возить моих гостей на рыбалку. Значит, Зиху Атанеху. В таком местечке понадобится человек, который может все достать. Я думаю, на воле у меня ничего не получится, Энди. Я здесь большую часть своей жизни. Я тюремный человек. Как и Брукс. Ты себя не ценишь, брат. Я так не думаю. Здесь, в тюрьме, я человек, достающий абсолютно все. А на воле все, что нужно, телефонный справочник. Даже не знаю, с чего начать. Тихий океан. Черт, он такой большой. Я его до смерти испугаюсь. Я не испугаюсь. Я не убивал жену. Не убивал и любовника. Думаю, я заплатил за все ошибки, которые сделал. Отель, лодка. Не думаю, что я многого прошу. Это все несбыточная мечта, Энди. Не стань себя мучить. Мексико там, а ты здесь. Вот настоящее. Это ты верно сказал. Все так и есть. Она там и здесь. Все сводится к одному. Занимайся жизнью. Или занимайся смертью. Энди. Ред. Если выберешься, сделай одолжение. Да, конечно, Энди. Все, что угодно. Рядом с Бакстоном есть поле. Знаешь, где находится Бакстон? Там много полей. Это поле особенное. И там есть стена, каменная, с дубом на северной стороне. Прямо как в стихотворении Роберта Фроста. Там я сделал своей жене предложение. Мы поехали туда на пикник. Занимались любовью под этим дубом. Я спросил ее, и она сказала, да. Обещай мне, Ред, найти это место, если когда-нибудь выйдешь отсюда. Там у основания стены есть очень странный камень. Это черное вулканическое стекло. Под этим камнем ты кое-что найдешь. Что? Что там лежит? Тебе придется перевернуть камень, чтобы узнать.